Практическая психология Сразу первое, что больше всего предпочитаете в еде? В еде? Да На сегодняшний день, могу сказать На сегодняшний день, прямо вот сейчас Здесь и теперь я хочу остренького шашлычка Да? Такое хорошее желание А вообще по жизни я сладкоежка А вот есть такое блюдо, которое независимо от времени года От сезона, от вашего настроения Вы всегда бы с удовольствием скушали Да, это молоко и мороженое Отлично, да? Ну, а как относитесь к фруктам? Очень спокойно, да? Очень спокойно, да Я знаю, что это полезно Я их ем, потому что это полезно Но когда мне предложат что-то перекусить Я всегда буду выбирать молочные продукты И именно вот люблю очень мороженое А с чем это связано? Вы хотите, чтобы я сейчас себя проанализировала? Немного, да Ну, я просто прекрасно это понимаю Что моя работа связана преимущественно с клиентами Это работа психотерапевтического плана Психологические консультации И, ну, как профессионалу мне, конечно же, в работе Необходимо соблюдать равновесие, спокойствие Взвешенность, вдумчивость Быстро не решаются эти дела И я всегда замечаю, что когда Проходит работа, я ухожу И по дороге прямо мечтаю Купить мороженое и поесть Вот как маленький ребенок Даже независимо, какая погода Даже если будет 40 градусов на улице Я куплю мороженое, съем дома То есть минус 40 Ну, да, имеется в виду минус 40 Вот, то есть для меня разницы никакой нет И, ну, я понимаю, что это как раз Вот сладкий вкус Это нам дает Ну, если говорить с точки зрения психологии Нам дает возможность Больше, да, получить равновесие Больше получить спокойствие То есть если я сейчас понимаю, что вдруг Меня то или иное событие Или ситуация Или люди вывели из состояния равновесия То съев, например, мороженое Или запив там какой-то молочный коктейль Я уже вот это равновесие могу ощутить Ну, я бы немножечко тут не стала бы Прямо на этом акцентировать Почему? Потому что У каждого индивидуальная потребность Когда человека вывели из равновесия Для кого-то необходима, наоборот, активность Наступательность Там защищаться нужно, да И там скорее человек будет Тогда у него уже потребность будет Ну, в другом продукте Потому что люди, которые ведут Такой активный образ жизни Энергичные Они больше ориентированы, конечно На острую пищу И они очень предпочитают Чтобы было много специй Чтобы там какой-нибудь шафранчик был Вот этот вот базилик Вот они предпочитают эти вещи Вот эти вкусовые Это активность, наступательность Такие экстраверты Вот Поэтому здесь какая потребность В связи с этим возникла У меня же в работе активность Она нужна, но не всегда И я просто понимаю Да, это вот Если говорить про механизмы Психологической защиты Это, конечно же, своего рода Сублимация Это успокаивает Хотя Я немножко сейчас забегу вперед С точки зрения психологии Если говорить Человек, когда отдаёт Какое-то своё качество Он как будто Ну, тратит его, да? У живот даёт и тратит И знаете, как машину заправляют бензином То есть бензин кончился Нужно подзаправиться И здесь то же самое Когда мы какое-то качество тратим А в окружении Если этого не получаем Вот прямо сию минут на обратно Мы сублимируем То есть подменяем И Получаем в итоге Да, для спокойствия и равновесия Вот как раз Сладкая еда Это замена Вот этого спокойствия и равновесия Отлично Ну что, фраза Мы есть то, что мы едим Была сказана давно Да, и сказана знаменитым Древнегреческим целителем Гиппократом Все мы его знаем с вами Но вот Все чаще я сталкиваюсь с тем Что, например Люди делятся на то Ты мясоед Или там ты веган Да, вегетарианец Как-то присутствие мяса В жизни человека Оно как-то сказывается На психологические стороны характера Я бы тут стала говорить Не именно конкретно про мясо А именно про вкус Почему про вкус? Потому что вкус Вкусовые рецепторы Они относятся у нас К органам чувств Так И вот То есть когда мы потребляем Да, у нас как раз Задействованы вкусовые рецепторы Да Ну если говорить про мясо Оно всегда ассоциируется Все-таки с какими-то соусами С какими-то вот специями То, что мы сейчас говорили И если говорить про людей Которые предпочитают мясо Конечно же Это больше люди активные То есть вот это вкусовое сочетание с острым Люди активные Вот наступательные Такой с очень активной жизненной позицией Общительные Коммуникабельные В то же время знающие, мне кажется Чего они хотят Да Они очень Они целеустремленные Да Они прям знают, что хотят И двигаются в этом направлении И соответственно Для меня Ну скажем, если мясоеды Говорить про мясоедов Это всегда люди Которым нужна энергия Когда они его исполняют То есть они ведь Особенно мужчины так и говорят Нету мяса Считай, что обеда не было Да Да, так и есть Потому что А как я жить дальше буду? А вдруг война? А я еще и мясо не поел, да? Да, да, да Вот, ну да Большая часть, конечно, мужчин Почитают, потому что им это необходимо Для них это требуется Что касается веганов Ну, вегетарианцев Я тут Всегда отношусь к этому так Двояко Потому что с одной точки зрения Это все-таки дань моди И некоторые идут Становятся вегетарианцами Не потому что они это любят Потому что это модно Потому что это здорово Где-то начитано, да Что это полезно Здорово жизни нужно вести, да И всегда Ну, когда человек рассказывает Я веган Я всегда спрашиваю А с чем ты ешь это? Потому что я знаю многих веганов Которые Обожают это все Снабжать какими-нибудь Специями индийскими Там 200 этих Упаковок, да К каждой травке К каждому там овощу У них какие-то свои специи И тогда для меня Это тоже люди активные Все-таки они предпочитают Острую еду А люди, которые Ну, например Больше солят Например, эту же еду Да Это уже другой тип Это люди более терпеливые Это люди более сдержанные То есть они стремятся Не к спокойствию Скажем так А к тому, чтобы Сдерживаться Что-то терпеть Это усидчивость Это концентрация Внимания Вот такая вот Да То есть это им необходимо А как-то на самом деле С точки зрения физиологии Соль помогает Да Удерживать больше информации Ну, это же, да Это же микроэлемент Натрий Да Натрий хлорид Да Хлорид натрия Соль Да И, соответственно Натрий, он играет свою роль И у нас Ну, многие клетки В том числе клетки головного мозга Зависит от микроэлементов Различных И, соответственно Да Соль, она помогает Я не скажу, что там Ну, я не хочу сказать Что вот эта некрайность Да Тебе ложками ест соль Конечно Он просто отдает предпочтение Соленой тем Опять-таки вкусовые рецепторы Да Почему-то хотят Да Да Именно вот эта вот Чувственная сфера Она требует Именно соленой пищи Да Она, соответственно Она наполнена Вот этим Да Хлоридом натрия Да И натрий требует Организм требует натрий У натрия еще есть одно качество Он задерживает жидкость в организме Да И человеку для чего-то нужно Чтобы эта жидкость Была больше Побольше Да В организме Тут Ну, с точки зрения физиологии Там можно много тут рассуждать Да И там медицину вспомнить И все эти там Биохимические процессы Ну, вот если говорить С точки зрения психологии Это достаточно Знать, что человек Предпочитает солененькое Там, да Он любит добавлять И это точно признак того Что человек Любит Вот именно Концентрировать свое внимание Все делать не спеша Слишком вдумчиво Скажем, да Это вот такая усидчивая Усидчивая работа Которая требует Вот такой Кропотливости Концентрации внимания Вот в этом плане Если говорить Есть же еще люди Которым очень важно Сохранять все время Внешнее спокойствие И сразу же почему-то у меня Магний В6 Наверное, надо черный хлеб Магний В6 Магний В6 Там есть витамины группы В Спокойствие Только спокойствие Магний В6 Он все-таки Расслабляет мускулатуру Больше, да Он снижает напряжение Это он скорее относится Вот как раз, наверное К сладкоежкам Расслабиться Почувствовать себя расслабленным А здесь мы будем говорить Про людей, которые Ну, знаете, как в армии Вот, например Отдал приказ И тот же футбол Ну, то есть Там очень четко Должна будет соблюдаться Субординация Ты не имеешь права Переходить границы То есть это очень жестко И, соответственно Человек вынужден Все время соблюдать Вот это вот Внешнее какое-то Спокойствие Внешнее спокойствие Внешнее сдержит Не важно, что внутри Внешнее должно быть Вот таким Так, и что тогда И тогда эти люди Почитают как раз Еду с горчинкой То есть если это специи То они должны вот Горчить Да, такая горчинка Ну, знаете, это, наверное Как из-за ряда Аджика Аджика Карри Наверное, немножко там Гвоздики Да, вот что за вот такое Должно быть И кофе То есть эти люди Предпочитают пить кофе Крепкий кофе И даже если они Кладут туда сахар Ну, кофе должен горчить То есть это вот Непросто, да И такие люди Действительно Они всегда сдержаны Они Кажется, что они Всегда держат себя В руках Хотя можно предполагать Что там внутри У него, да Бурлит И при этом И при этом этот человек Вот он Если Ну, противопоставлять Людям, которые Нужно равновесие Спокойствие Такое, да Состояние дзен То здесь Эти люди Достаточно могут Чётко выставлять Тоже границы Чётко говорить Нет При этом Спокойно Скажем Вот так вот Без Без особого Вот этого Артистизма Да Без исключения Какого-то И когда Такие Ну, знакомишься С человеком И видишь Что он Предпочитает Пить много кофе Или, например Есть девушки Которые говорят А я люблю Грибфрутовый сок Да, вот он С горчиночкой Такой Соответственно Можно просто Предполагать Что, да Человек Для него Важна Внешняя сдержанность Внешние Вот эти вот Границы И создавать Впечатление Такого Спокойного Уравновешенного Человека Хорошо Вот у вас Был когда-нибудь Период Вегетарианства В жизни Вот прямо Что вот Меня нет Нет, да Нет А вот если К вам приходят Пациенты Говорят Ну, клиент Все было все нормально Я там ел мясо Рыбу Молочные продукты Но вот Вдруг я Вышла замуж Или женился И вот Мой партнер Он как раз Например Вегетарианец Я решил попробовать Ну, вот какое-то чувство Дискомфорта Вот я просто сейчас так Еда и Вы психотерапевт В таких случаях Что вы рекомендуете Человеку Действительно попробовать Пойти вот По этим стопам Или все-таки Возвращаться К самому себе Ну, здесь для меня Всегда Человек стоит Перед выбором То есть он как раз Дошел до камня преткновения И у него есть выбор То есть ты сохраняешь То, что любил раньше Ты остаешься Вот, ну, как Вот То, что ты есть Да, вот в данный момент Либо ты пробуешь Новый путь Начинаешь пробовать Соблюдать Вегетарианские Какие-то там Постулаты И при этом Ты должен Ну, просто Осознавать И брать ответственность За то, что Твоя жизнь Во многом изменится Если где-то В какой-то момент Ты зависел от мяса От чего-то там Вот этого От каких-то традиций Которые связаны с мясом Эти же шашлыки И так далее То здесь Жизнь Даже традиции Будут меняться Традиции Круг общения Будут меняться Любимое кафе Поменяется Любимое ресторан То есть много чего Поменяется Готов ли ты к этому Да, готов ли ты к этому Насколько ты готов Всегда говорю Попробуй Ведь вернуться Никогда не поздно Ну вот Тут тоже Очень важный момент Просто я Сталкиваюсь с тем Что иногда Например, когда дети В подростковом возрасте Вдруг заявляют родителям О том, что они С этого дня Теперь вегетарианцы Да То родители Как-то видя Как, например Ребенок Там уже Отказывается От каких-то Элементарных Ну ладно Куска мяса Рыбы Еще чего-то Начинают волноваться Тут тоже Надо, наверное Какой-то момент Адекватности Оценивать Ну я сразу Хочу сказать Это сразу Совет родителей У меня Была такая Клиентка Которая Пришла Насчет Внучки Внучка Вот как раз Дань моде 14 лет Хочу хорошо выглядеть Хочу там Быть стройно Все Я вегетарианка Сегодняшнего дня А там же как раз Развивающийся Ну да Здесь вот Не поможет В данной ситуации Если бабушка Или там мама Будут говорить При этом девочке Что ты понимаешь Ты же только развиваешься Тебе же нужно Столько всего Это не поможет У девочки Своя цель Она хочет Постройнеть Соответственно Здесь необходимо Скать Окей Начинай Только ты просто Помни Мы-то свои традиции Не собираемся менять Это твой выбор То есть если ты хочешь Чтобы у тебя был На завтрак, обед и ужин Вегетарианская еда Вперед То есть это твоя ответственность Это твоя задача Себе это готовить А не рассчитывай Что это будем делать Мы Да Если ты садишься с нами За столом И едим мясо А ты сидишь Там на подножном корме Это тоже твоя ответственность То есть не нужно нам Закатывать истерики Скандалы Зачем вы это при мне едите Это твой выбор Был сделан Да Потому что Ну скажем Давайте так говорить Истинно вегетарианцы Они спокойно Относятся к тому Что едят окружающие Что на столе может быть Что это его У истинного вегетарианца Это его потребность Питаться Именно вот Таким образом Да Это здоровый образ жизни Но Мало того что ему это нравится Это его потребность Потребность его организма Его сущности Когда идет дань моде Это не совсем потребность Это потребность Скорее Постройнеть Но при этом И сладенького хочу И этого хочу И начинаются вот эти вот Да Капризы И вот на этом этапе Как только ребенок Принял решение Сказать ему Окей Ты должен быть готов Что у тебя изменится сейчас Режим твоего там Подъема Потому что тебе необходимо Приготовить Будет покушать Обед и ужин Да Никто не будет Под тебя подстраиваться Все как ели и ели И это будет твоя задача Соблюдать при этом Спокойствие Потому что это наш выбор Есть эту еду А это твой выбор Есть эту еду И тогда дети Начинают задумываться И начинают говорить Ты правда что ли Мне готовить это не будешь Нет Это твой выбор Да У нас В нашей семье такая традиция А потом в итоге Она меня не поддержала Вот что за мать-то такая Ну Дети обычно этого не говорят Дети Ну просто вот это как раз Ситуация была Когда вот я рассказываю Ну пример привожу Это как раз та ситуация Когда девочка Став егетарианкой Начала закатывать скандалы По поводу того Что я так хочу сладкого Вы едите торт А я так хочу Но мне нельзя Бабушка-то пришла Именно в связи с этим Сказала что Слушайте Как быть дальше Да Что делать дальше То есть говорит Ну мы сначала Поприветствовали Сказали здорово Мы даже стали помогать Они даже стали готовить И завтраки, и обеды И ужины эти отдельные Но мы-то говорит При этом остались Сами собой И нам говорит Теперь приходится Прятаться от нее Если мы что-то хотим То есть мы начинаем Ущемлять себя Ради вот ее этих капризов Здесь необходимо Просто заранее это проговорить То есть возвращаем ответственность Да, конечно Потому что обычно Вот такие эксперименты Дети начинают проводить Все-таки в подростковом возрасте И это вот Отличное время Развивать ответственность У ребенка Хорошо С детьми все понятно Опять-таки Истории жизни Когда встречаются Мужчина и женщина И вот мужчина Например Привык Что мама никогда не варит Супы на мясных бульонах А вот все только Какие-то там растительные У девушки в семье Всегда больше так больше Так чтобы там ложка стояла И все остальное Как вы думаете Вот эти предпочтения вкусовые Способны ли пару Которая кажется Что они безумно Друг друга любят Просто развести в разные стороны С точки зрения психологии С точки зрения психологии Первый год совместной жизни Всегда в связи Кстати с этим Тоже бывает Одним из самых трудных Потому что Один человек пришел Со своими вкусовыми У них там традиция Была одно готовить Другой человек приходит Со своими вкусовыми Предпочтениями И знаете Есть такое понятие Когда пара формируется Необходимо найти общую почву То есть наверняка Есть что-то Что они любят оба Что они могут употреблять вместе И такой паре Рекомендуется На первых этапах Начните готовить То что вам нравится Обоим Начните заказывать Ну или Если вы не хотите Готовить дома Ну то есть Вот прям совсем трудно Подстраиваться Только подруга Начните ходить в ресторан Там можно заказать Один заказывает Одно Другой заказывает Другое То есть тут Несколько выборов В любом случае Должна быть общая почва То есть Это вот основа Да Это основа Это основа А не так что тащить Да Вот это из моей семьи Вот это из твоей семьи Да и теперь мы давай-ка вот будем с тобой попробовать И начинают друг по другу подстраиваться И нередко бывает в таких отношениях Что кто-то один подстроился Другой берет верх Ну скажем Такой И уже неравные отношения Получается В такой паре А уже Ну такой Авторитаризм Формируется в этой паре Причем неизвестно Кто там Да Победил В этом споре Соответственно Здесь просто необходим Тоже диалог Вообще Я люблю диалоги Это хорошая фраза Обожаю Когда люди все-таки Разговаривают И соответственно Вот здесь Скорее всего Что-то есть совместное Либо давай мы с тобой договоримся Что ужинаем Мы ходим с тобой в кафе В ресторан Ну опять же Если финансы позволяют Не позволяют Значит ищем общую еду Общее предпочтение Либо тогда Готовим вместе Тоже третий вариант Тоже общая почва Готовим вместе Да Ты готовишь там салати Который ты любишь Я себе там Толку пюре Потому что я его люблю Все Хорошо И еще третий такой вариант Мы сейчас рассматриваем Да Вот в семье Рождается ребенок И вот уже учат Есть то Что едят в семье Родители Но папа вдруг Принимает решение Что этот ребенок У нас например Никогда не будет Там есть мясо Ну папа Вот вегетарианец А ребенок Вот прямо Обязан следовать Этим устоям Мама В шоке Мама в истериках Как можно лишить Там например мяса Там или каких-то Белковых продуктов Там ребенка Папа говорит Ничего Я вырос С этого у меня Вырастет Тоже там Дочка или сын С точки зрения Психологии Как вот здесь Грамотно поступить Ну я буду Начала сразу С физиологии Прежде чем С психологии Так как все-таки По образованию Я врач На определенном этапе Своего взросления Ребенок нуждается Во всех Ну скажем Веществах Которые Питательных веществах Которые существуют В природе Это белки Жиры И углеводы Все мы знаем Что растительная пища Не настолько богата Белками Это раз И уж совсем Не богата жирами Это два То есть формирование Физиологическое Формирование ребенка Будет отставать Изначально Надо прямо Это осознавать Да родители То есть мы просто Вспоминаем сразу Вспоминаем Что первая Еда ребенка Это грудное молоко Белок Белок Да Это то что Многие веганы Просто не признают В своей еде Соответственно Мы не можем Его лишить Белка вот так Потому что Мы так придумали Потому что я так вырос Ну вряд ли вырос Скорее всего Где-то в каком-то Периоде жизни Ты просто решил Этим заниматься Да И здесь необходимо Просто В этом вот В диалоге Просто делать упор А что полезно ребенку Вот в данный период Времени В данном возрасте Что ему полезно Ребенок нуждается в этом Это даже прописывается Рассчитывается Все эти Да Сколько ребенок Нужно получать Меню Меню Составляется Соответственно Ребенка Лишать Полноценного развития Нельзя Потому что Наше психологическое развитие Напрямую связано С физиологическим Потому что Мы же единый организм И соответственно Если организм Начнет физиологически Отставать Автоматически Начнет психическое Вот эти процессы Тоже отставать И вот это очень важно Осознавать Взрослым родителям А вот когда ребенок Дойдет до определенного Взрослого промежутка Своего возраста Он уже сделает сам выбор Сам Конечно Не надо делать выбор за него Он сделает выбор И скажет Я буду как папа Или как мама Он все равно сделает этот выбор Рано или поздно Это будет уже его право Хорошо Лена Давайте сейчас поговорим О том Что очень много Сейчас идет разговоров Что мы заедаем стресс Да И так Современный человек Он все время Испытывает этот стресс И конечно же Например Я вчера вам уже говорила Мои нервные клетки Просят горного воздуха И шипение моря Да Но тем не менее Каким образом Через еду Мы можем дать организму Да И нашей душе Душевной конституции Понять что В принципе Все стабильно Все нормально И я Справляюсь с этой стрессовой ситуацией Ну хотя бы с помощью Например Пирожных Ой Это страшно да То о чем я говорю Я бы так сразу Не стала прямо Категорически говорить Ребята Если вы в стрессе Ешьте пирожные Я бы сказала так Что по человеку бывает видно Что он находится В состоянии стресса Например Особенно Я сейчас можно да Привлю Особенно вот У меня был период работы Да Я смотрела Девчонки там Мы открываем шкафчик И по шкафчику Можно было понять Кто в каком состоянии Находится Или там губная помада С зеркальцем Или же там батончики Шоколадные Еще что-то Еще что-то Да-да-да Это точно Причем интересно Что человек Который находится в напряжении Он по-разному Реагирует на стресс Скажем так Есть гендерные различия Расскажите о них Вот например Если женщина попадает в стресс В состоянии напряжения Она отдает предпочтение Сладенькому То есть появляется Желание шоколадочку Конфеточки Батончики И так далее Прям вот это вот И тут можно отслеживать Что напряжение пошло И вот это пошла Сублимация Подмена Хочу успокоиться Не могу Вот все Я пошла на сладкое Мужчина же Когда находится В состоянии напряжения И стресса Он предпочитает Более соленую пищу Так Потому что мужчина Нуждается в активности Скажем В такой В концентрации внимания Ему это очень важно Сконцентрироваться Почувствовать Да Проанализировать Там сказать Взять себя в руки Найти в себе стержень Вот эта концентрация внимания Очень мужчине нужна И мужчина который Ну в принципе Не ел соленое И тут вдруг Что-то соленого хочу Тут можно просто Предполагать Что да Напряжение какое-то пошло И он Ну это сублимация Я не отношусь К сублимации К этому механизму Психологической защиты Как к чему-то плохому Ну хотя смотрите Некоторые говорят Вот вы знаете Я стала полнеть Да Вот как только развелась Да У меня был такой стресс И я просто его заедала Там углеводами Там еще чем-то Да Фастфуд Всем чем Она говорит После этого я не могу вернуться Вроде бы уже Там пять лет прошло После развода А вернуться в норму Не могу Потому что да Потому что неосознанно Человек выбрал этот путь И пошел по нему Это же легко Эндорфины вырабатываются По действиям сладкого Все вроде хорошо Да Булочку съела И вроде бы ощущение Спокойствия пришло Да Мужчина Мужчина же Вот который начинает Все время заедать стресс Чем-то солененьким Причем под солененькое Нередко берется Там еще что-то такое Покрепче Покрепче Соответственно У них появляются проблемы С артериальным давлением Потому что соль Она делает свое дело Жидкость задерживается В организме Соответственно Меняются в том числе Да Ну все функции Со стороны сердечно-сосудистой системы И В данной ситуации Вот почему я отношусь К этому К сублимации Скажем Ну так Двояко Если человек это не осознает Он начнет полнеть У него начнет меняться Артериальное давление То есть что-то происходит С другой стороны Если он к нему К этому относится осознанно Он говорит Вот я сейчас в стрессе Мне нужно себе помочь Я могу себе Сейчас Вот сейчас Я могу себе это позволить Чтобы просто Просто Вот в данную секунду Успокоиться То есть через осознание Да Через осознавание Вот именно Своей вот этой вот Что Да я понимаю Что я в стрессе Поэтому Но при этом Я знаю Что у меня есть Здоровые пути выхода Из стресса Физкультура Ну для кого-то Это спорт Для кого-то Это природа Для меня например Природа Общение с природой В любое время года Для меня Это вот снятие стресса Просто изумительное То есть есть здоровые моменты Да Где я могу выйти Из этого состояния напряжения Что мне может помочь Для кого-то Это чтение книги Пусть это сублимация тоже Но она вот такая Здоровая Поход в баню Поход в баню Для кого-то Это просто хороший Качественный Здоровый сон Но не там Не сутками лежать Пластом А вот именно Выспаться Дать себе возможность Выспаться То есть ты знаешь В арсенале Все свои вот эти моменты Знаешь Что пока ты не можешь Войти на природу Сходить в спортзал А в данной ситуации Тебе нужно как-то Себе помочь Да ты можешь Ты просто понимаешь Что тебе это тоже помогает То есть осознанно К этому относиться И тогда это получается Уже не совсем сублимация А скажем Осознанный выбор Назову это так Может быть Может быть Вот у детей Если говорить про детей Начинается все С физиологии Почему Потому что Ну родители же любят Что-то там Побыстрее Ребенку дал Зашли в Макдональдс Поели В КФС И вроде все хорошо То есть готовить не надо Ребенок сыт Вроде как сыт Булок же наелся Здесь Фастфуд Он такой интересный Характерный У него есть качество Все Вот эти все специи Которые там добавляются И вот эти вот Всякие Глутаматы Натрии И так далее Вот эти Я не знаю Как их правильно назвать Вот эти вот Добавки Усилители вкуса Усилители вкуса Они Вообще Человеку свойственно На них подсаживаться Представляете Усилитель вкуса Он усиливает Действие вкусового рецептора Еще сильнее Еще сильнее То есть Рецептор Который отвечает За нашу чувственную сферу Получает Огромную дозу Вот этого спокойствия Огромную дозу Вот этого Радости Да, радости То есть Все там Все начало вырабатываться Сразу Все Стало вообще Очень хорошо И уже через физиологию Человек просто На это подсаживается То есть Да Вот эта пищевая зависимость Да Если вот поговорим Про детей Потому что у детей Формирование Все-таки Культуры питания Идет все-таки Семьи Конечно Если Ребенку все время Давали такую еду Которая содержит Огромное количество Усилителей вкуса Соответственно Он на ней будет сидеть Кстати На животных Очень хорошо Эксперименты проводить Знаете Вот дают им Всякий сухой корм И влажный корм И есть корм Но он недорогой Но там очень много Усилителей вкуса И если кошка Например Начала есть Вот этот сухой корм С усилителем вкуса И вот этот влажный корм Другой она уже Больше ничего есть не будет То есть Даже элементарную пищу Которую Да Обыкновенную Человек может Хотя с ней же Ну там же нет коммуникации Да Она тебя не понимает Все Она на ней Потому что вот этот усилитель вкуса Делает свое дело Вот это ощущение Вот это Насыщение Вот этой полноты Какой-то появляется От этих усилителей вкуса Лена Спасибо большое И в завершении нашей программы Есть ли какие-то такие продукты Которые Добавляют оптимизма Которые Улучшают наше настроение Можете ли нас с вами поделиться Конечно Их достаточно много Причем они Вот знаете Я их привязываю К времени года Осень Это продукты Которые несут в себе Скажем Ощущение солнца и лета Это продукты Содержащие мед Ну понятно Как здорово Некоторым нельзя У кого-то там аллергия бывает На мед Я знаю Но это точно А потом все фрукты Которые Имеют оранжевый окрас Ощущение солнца Солнца Ощущение солнца Соки Значит да Вот эти уже фрукты Все вот эти оранжевые соки Тыквенные соки Сейчас начали делать Вот морковные соки Ну у каждого тоже Своё предпочтение То есть овощи и фрукты Которые имеют оранжевый окрас Они ещё содержат кератин Плюс ко всему Это ещё и полезно Это вот говорить Вот если например Про осень Что касается лета Летом очень много красок И поэтому там предпочтение Идёт на зелёные продукты Вот это вот как раз Успокаивает Успокаивает Да Прохладу Ощущение Да Да И то есть вот эти вот Ну скажем Подножный корм То что я так называю Очень утрированно Да пожалуйста И летом это идёт предпочтение И они Эти продукты Которые помогают Сохранять оптимизм И лёгкость Да и лёгкость Что касается зимы Ну у нас зима Ассоциируется Новый год Всё мандарины Опять же оранжевые Вот солнца не хватает Те же самые оранжевые Вот эти все цитрусовые Лимон Всё что жёлтое Оранжевое тоже Да Оно нам прям помогает А вот знаете Я вот чувствую Что вот чем холоднее становится Я тем наваристее варю супы Да Вот это тоже Какой-то прямо на подсознательном уровне Что вот По насыщению По насыщению Чтобы прямо вот эта чувственная сфера Прямо начинала работать Да Потому что нам всё время хочется Её стимулировать Нашу чувственную сферу На уровне радости Не замёрзнуть Чтобы не замёрзнуть Чтобы было тепло Да Добавляй побольше специй Да Ну и тут просто Ну у человека конечно У каждого своё предпочтение Кто-то любит там Зимой сало Шикарно С чесночком С чёрным хлебушком Кто-то предпочитает Ну например борщ Такой наваристый Да То есть у каждого своё предпочтение Но это понятно Что чем меньше солнце Тем больше наши вкусовые рецепторы Требуют именно насыщенности Вот здесь есть опасность Что зимой и осенью Мы можем подсаживаться на фастфуды Да Потому что требуют насыщенности И человеку ну проще Проще на это подсаживаться Весна Весна всегда потребность идёт Давайте скажем Кисло-сладкие вкусы Это фрукты Кисло-сладкие фрукты Почему? Потому что мы вышли из этого Ну вот из периода вот этого Отсутствия солнца И кисло-сладкие И нам необходимо вот Перейти в это состояние спокойствия ровно Потому что да Мы подустали от этого да Постоянного напряжения Что солнца нет Квашеная капуста С брусничкой Да Там например Клюковка Да Вот это то что как раз Да но потребность больше возникает Даже вот именно на фрукты Потребность на фрукты И тут конечно рекомендуется Хотя Там какие фрукты Да уже к весне Ну в любом случае Я думаю что даже сами люди замечают Что весна наступает И хочется уже и клубники И редиски То есть все и сразу Да и овощей каких-то Вот таких свежих Свежих Это вот как раз потребность Это то что дает позитив Потому что Вот этот вот вкус Который имеет Вот этот вот кисло-сладкий Да такой кисловато-сладкий Он как раз дает И с одной стороны И энергию И с другой стороны Он дает спокойствие То есть то что Необходимо для человека То что необходимо да Ну а летом Нужно спокойствие Пожалуйста да Ну и не забываем о том Что пьем В хорошем количестве воду 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 пьем Про воду вообще Можно целую там Отдельную передачу Передачу сделать Мы как-нибудь сделаем С вами обязательно Да у нас сегодня Совсем мало времени осталось Мы говорили о том Что мы то что мы едим Вообще о психологии еды Как еда влияет На наше психологическое состояние И сегодня Гостем моей программы Была Елена Шарова Бизнес-тренер Психотерапевт И кишталь-психолог Спасибо Елена вам большое Вам спасибо Всего доброго Всего доброго До встречи Практическая психология